Сейчас доклад Андрея Черепанова про вызовы и перспективные направления развития образовательного программного обеспечения. Прошу, Андрей. Добрый день, коллеги. Я хочу немножко рассказать по поводу того, с чем пришлось мне лично столкнуться. Сам я образовательное программное обеспечение мало разрабатываю. Скорее всего, это тот вижн, который у меня получился, когда пришлось собирать альтообразование, потому что я являюсь релиз-менеджером этого дистрибутива. И в зависимости от того спроса с мест, которые идут к этому дистрибутиву, собственно, и сформировалось некоторое мнение, которое я хотел бы вам рассказать и обсудить. Самый большой актуальный вызов последнего времени — это переписывание с привычных тулкитов программного обеспечения на модных хипстерских языках, там Rust, Go, Node.js. Причем в зависимости от того, какой язык выбран, там с Go поменьше проблем с Rust и Node.js побольше. Попробую показать, как это будет выглядеть. Собственно, сборка пакетов, если раньше было, мы скачиваем сырцы, собираем это все дело, там всевозможные файлы, devil-пакеты для библиотек используются, и все. С этими языками совершенно все по-другому. В качестве показа того, что получается, я выбрал два пакета. Первый — Раздеск. Собственно, вот этот маленький красный кружочек сверху — это исходный код непосредственно Раздеска. А вот все, что большой кружочек — это завендоринные библиотеки, которые идут. То есть там соотношение 1,9 мегабайта — мебибита и 434. Сейчас же мегабайты, не бибиты, они по-разному называются, я поэтому боюсь, по старинке уже назову. То же самое с Node.js, Arduino IDE, которые некоторые коллеги, которые сейчас рукой показывают, очень хотят использовать. Если предыдущая версия была на C++, все нормально там собиралось, там Java был, то нынешняя на Node.js там, собственно, исходного кода 16 мегабайт, а завендоринных библиотек уже за гигабайт. Кроме объема, ну как бы объем сейчас, понятное дело, никто не рассматривает, как бы мегабайты не экономит, там есть большая проблема с тем, что при сборке этих пакетов возникают проблемы мировосприятия разработчиков на Rusty, Go, Node.js. Если у них там Go-вендор сделал, и у тебя все библиотеки у тебя есть, ты можешь их забандлить и спокойно с ними собираться. То люди, которые пишут на Node.js и на Rusty, они очень любят прямой доступ в интернет, и если такого прямого доступа в интернет нет, возникает коллизия, а у нас хешер нет, собственно, которая осуществляет и сборку пакетов, и для того, чтобы обеспечить сборку пакетов воспроизводимой, сборка идет без сети вообще, и поэтому нужно или сразу все вместе таскать, или как-то готовить предварительно. Для Node.js, допустим, совершенно невыгодно брать просто исходники, как есть, там yarn build-on надо yarn install-on собрать и yarn build-on собирать, потому что на машине собрать предварительно, там веб-пак тот же самый, запустить, гораздо выгоднее, чем загружать этим сборочницу, потому что там на сборочнице просто она может не собраться. Вот факт из жизни. У нас таких пакетов достаточно много. Кроме этого, есть некоторые страшные кадавры, которые используют и Rust, и Node.js, и еще забандленный ноду с собой берут, и все это собирают страшными скриптами внутри себя. С сетью это работает в конечном моменте, но дальше совершенно не идет. Без сети это не работает, она там не находит каких-то модулей. И там некоторые модули, допустим, когда build сделают, тот же pgadmin4, если я не ошибаюсь, они при сборке этого пакета, при непосредственном, точнее, выкачивании, они сразу начинают собирать библиотеки. И поэтому, когда мы выкачиваем эти библиотеки, забандливаем его, ожидая, что это будут просто-напросто куски библиотек для того, чтобы собрать, нет, там уже собраны под Intel x86-64 куски готовых библиотек. И вот с этим надо разбираться, и поэтому новый софт, который, собственно, появляется, и который хотелось бы, чтобы собрать, крайне сложно опакетчивать. Немножко C-Sharp. Вы знаете, что Microsoft выпустила .NET Core, который такой весь из себя замечательный, кроссплатформенный, может работать, там вы можете писать замечательные программы, но проблема заключается в том, что крайне малому числу людей нужен непосредственно .NET Core без WinForms. И здесь возникают вопросы, или использовать Mono, который непонятно как развивается, и новые версии Mono хоть и выпускаются, под него уже практически ничего. Больше всех держался MonoDevelop, который все равно уже с новыми версиями Mono не собирается. Как я уже говорил, WinForms нет, Авалония UI, может кто-нибудь пробовал, но я не видел людей, которые Авалонию UI используют в продакшене. У нас были некоторые коллеги, которые разрабатывают софт для тестирования на федеральном уровне, и они пробовали это и сказали, ну нет, ни Mono, ни Авалонию UI, там вот третий вариант, который здесь написан, электрон. Там получается очень интересная штука. Они берут электрон, собственно, на .NET Core пишут содержательную часть, это содержательная часть в качестве веб-сервера выступает для электрона, и электрон уже эти странички рендерит и показывает как бы стопное приложение. Весит это ужасно много, памяти жрет очень много, но это такой общий тренд, вы прекрасно знаете, как сейчас Skype выглядит, как прочие электронные приложения выглядят. Ну вот такой палеотив, то есть нельзя просто взять и сделать, как раньше под Windows делали с WinForms, раз-раз-раз накидали, и все работает. Нет, сейчас это так не работает. Ну, по крайней мере, некоторые приложения, тот Pascal ABCnet, который в России разрабатывают для обучения Pascal, он делается, и они там графику всю через МОНО, соответственно, через ГТК рендерят. Крайне поверхностно, вы прекрасно понимаете, что тема эта очень сложная. Мне бы не хотелось приводить пример, вы все прекрасно об этом знаете. Сейчас очень много политических и юридических аспектов именно работы со свободным ПО, потому что в некоторые свободные ПО начали вставляться закладки, некоторые свободные ПО перестают принимать коммиты или прочую помощь, в том числе то, что вот сейчас вчера, точнее, обсуждалось, вклад. Допустим, наши переводчики перевели локализацию LibreOffice, закончили локализацию LibreOffice, а мейнтейнер со стороны LibreOffice, наш русский человек, не хочет принимать, потому что совершенно непонятная юридическая значимость. Вдруг это будет вклад в иностранную компанию, в негосударственную и все такое прочее. Соответственно, вот это размывание по надуманным, я считаю, причинам между свободными разработчиками относительно их местонахождения, оно чревато. Эту проблему поднимал, собственно, со своей стороны. И Марк Шаттлворд еще задолго до всех этих событий назвал это триболизм. Еще одним аспектом интересным случилось, когда нам потребовалось изменять картографическую информацию, потому что по российскому законодательству мы можем предлагать программы, которые уже учитывают новые границы Российской Федерации. Не будем о грустном, то есть это первое, это я на вас свою боль выплеснул. Сейчас хотелось бы поговорить о перспективных направлениях развития. Прежде всего люди от нас сейчас просят всевозможные программы, которых появилось достаточно много, по робототехнике. Мы собрали GZSIM, и он будет в альт-образовании 10.2, даже вот который будет выпущен буквально там через пару недель. Для симуляции самого робота, там и сочленения его, или нахождения в какой-то там агрессивной среде, в том числе там есть небольшие денки, связанные там с нахождением квадрокоптера. Квадрокоптер летает там через всякие препятствия, кольца и прочее. Ну то, что вот у нас там, допустим, в Ясенево на поляне делают, там тоже всякие палатки развешали, и квадрокоптеры там шныряют. Ардуино, вот я уже сказал, оно тоже будет, тоже в разделе робототехника, хотя это просто ID для программирования плат. И есть планы по опакетчиванию VBOT, сразу с налету не получилось опакетить, но работа над этим ведутся. И совершенно, если робототехникой много увлекается сейчас, очень много предложений именно в школах, в кружке робототехники, правда, они основываются на Lego, с жутким проприетарным обеспечением, которое работает только под виндой, но мы как бы стараемся от этого отойти, дать полноценную замену. Возможно, учителям это будет важно. И сейчас еще одно интересное направление — 3D-печать. То есть мы стараемся содержать актуальные версии слайсеров для того, чтобы люди могли печатать, потому что сейчас некоторые не просто покупают готовые принтеры, но и сами их там части печатают, части собирают. Раньше у нас только LibreOffice поставлялся в альт-образовании, потом появилась такая необходимость, люди говорят, дайте нам вообще, мы LibreOffice не хотим, у нас есть возможность попробовать всякий OnlyOffice, VPSOffice, давайте мы не будем, вы галочку сделаете, чтобы мы могли ее отключить и не ставить LibreOffice во время установки дистрибутива. А мы дальше уже сами достанем, что там хотим. R7Office, мой офис там, тем более по академическим лицензиям там просто халява начинается полная. Ну и я тут упомянул VPSOffice как для открытия виндовых документов и OnlyOffice. Хочется сказать большое спасибо Виталию Кулепатову, который сделал замечательную штуку, называется EPM Play, EPM точнее, сначала это была штука, которая унифицирована на любых дистрибутивах, не обязательно Alt, но и на других, однозначными командами запускают сутки, устанавливают пакеты, и у него появилась такая замечательная возможность через EPM Play установить любой там проприетарный, ну не любой, там очень много, там несколько десятков просто наименований программного обеспечения, которые можно установить и обновить из сторонних источников. Ну, например, там поставить Skype, поставить Zoom, это очень удобно, особенно когда во время карантина, там дочке нужно было Zoom использовать для того, чтобы ходить там. Вот. Мы сейчас разработали, собственно, в Альте... Мы разработали графический фронтенд для EPM Play, естественно, с EPM Play мы продолжаем дальше там работать, расширяем, локализуем название, потому что пользователи хотят это увидеть. Есть у нас споры в команде по поводу того, нужно ли нам включать это в дистрибутивы для установки сторонних пакетов и сторонних источников, потому что эти источники, сами понимаете, могут быть неработоспособны, скомпрометированы и так далее, в отличие от наших дистрибутивов. Но, тем не менее, пользователям это нравится, и мы идем навстречу пользователям. Есть давняя мечта, уже, наверное, больше года точно мы с Виталиком постоянно обсуждаем, сделать так, чтобы EPM Play можно было задействовать в Gnome Software и Discover. Сейчас очень модный тренд пошел пользователю предоставлять возможность установки под его правами приложений из так называемых магазинов приложений или центров приложений. Не буду центров приложений говорить, потому что первая попытка была крайне неудачной у Ubuntu, потом за дело взялась RedHat, внесла такой формат upstream, и сейчас большая часть проектов создают собственные upstream файлы, и эти файлы рендерятся со всеми скриншотами, с описанием, с рейтингом, с обсуждением даже, ну все как в Google Play, все как вы любите. Только устанавливаются эти приложения могут из нескольких источников, то есть могут устанавливаться непосредственно из репозитория через PackageKit, могут устанавливаться из Flatpak, из Snap, и там могут прошивки обновляться в его апдейт. И вот мы хотим сделать еще отдельный пункт, чтобы можно было поставить сторонние приложения из единообразного интерфейса пользователю. Фактически это закроет большую нишу установки стороннего проприетарного ПО, который не отфлопачен. Ну тот же Skype там, допустим, Zoom поставить, я думаю, это будет востребовано, но нас это просят, но пока еще там очень много писать, мы когда-нибудь это сделаем все-таки. Ну и облагораживание базы данных приложений, настоящий, как это, data science называется, да, когда у нас есть абсолютно разнородные данные от разных проектов, которые по-разному пишут, там даже проблема просто выдернуть англоязычные строки для локализации является, потому что они перемешаны, где-то перемешаны, где-то не перемешаны. Некоторые проекты, они просто не предоставляют upstream data, а их хочется предложить. Собственно, генератор и у Федора, и у нас свой, собственно, написан на Python, он там генерирует из десктоп-файлов плюс информация о пакете. То есть, собственно, получается уже тогда такой палеотив без скриншотов, но, по крайней мере, со значком и с описанием. Вот это тоже как бы большая работа, как к ней приступиться, думаем пока еще. И небольшое улучшение нашего диплоя. Диплоя — это фактически небольшая утилита, которая дергает локальный Ansible и натягивает на него предустановленные правила для разворачивания вот таких веб-приложений, как Moodle, Nextcloud и прочее, потому что им мало просто поставить, их нужно еще преднастроить и, возможно, оттюнинговать систему под них. Практика показала, что кроме установки приложений иногда бывает необходимость удалить эти приложения, со всеми хвостами, включая базы данных, и использовать это приложение. То есть, как бы, например, у Moodle или у Nextcloud сменить пароль админа. Эта возможность уже сейчас есть, ее можно использовать. Доклад закончен. Спасибо. Андрей, спасибо за доклад. Вот там был слайд, где Ардуино перечислялось, другие инструменты. А на какой возраст вы рассчитываете? Я не увидел для младшего возраста, хотя робототехника сейчас 5 класса, и там вообще среда визуального программирования типа S4A, либо Snap for Arduino, вот какие-то такие вещи. И там у вас вообще ничего нет. Слушайте, у меня сейчас у ребенка в пятом классе началась информатика, а у него Scratch. Там никаких Ардуин пока нету, потому что там просто Scratch, они делают мультики, так как я ему игры вообще не даю. А в Chromium он вот этого динозаврика замучил просто уже в оффлайне. Он нашел себя в Scratch, причем ему не понадобилось делать. И поэтому я считаю, что для такого возраста робототехника, как класс, еще пока рано. Возможно, я ошибаюсь. Мы с вами можем найти общий язык, но стандарт образования, федеральный государственный образовательный стандарт робототехнику уже в пятом классе обязывает 20 часов. И то, что вы сказали, информатика, это не робототехника, и робототехника предмет технологии, чтобы было. И там они должны что-то там собирать, как-то делать, понимаете? Я-то понимаю, вы сами представляете, что по всем школам, и государственным, и не государственным были робототехнические комплексы, какие-нибудь лего, да, всунут и все, и вперед. И второй вопрос, про 3D-принтеры вы там сказали. А вы к каким-то конкретным маркам привязываетесь? Нет, нет, обычные слайсеры. Без привязки к моделям. Да, мы обеспечиваем базовое ПО, а дальше уже люди, если хотят, они смотрят там. Пожалуйста, есть что-то интересное, предложение интересное добавить, но не в дистрибутивы, а в репозиторик, конечно, мы рассмотрим. Понятно, спасибо. У меня немножко такой юридический вопрос. Вот с 1 января вступила поправка в закон об образовании 273 ФЗ, в 16-ю статью, согласно которой электронные средства обучения можно проводить только в рамках ГИС. Значит, соответственно, вышла еще после этого указ президента 321 о том, что все ГИСы в 20-м году должны быть только на платформе гостех. В связи с этим у меня вопрос. Вы как-то взаимодействуете с гостехом или планируете как-то переносить, ну, в общем, как-то решать эту проблему? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, мы, конечно, плотно взаимодействуем с гостехом в качестве платформы именно. Не ГИСов, потому что ГИСами мы вообще не занимаемся. Это уж пускай там те, кто дневник РУ и прочее держит, насколько я понимаю, да? Не это. Ну, в общем, как бы, в целом, да? В целом мы готовы рассмотреть, как только будут достаточно четкие критерии у гостеха, да? Какие требования ГИСам, да? Что для этого нужно на оконечных устройствах, конечно, мы поддержим все это дело. То есть с нашей стороны, поймите, вот в части образовательного ПО ничего особо не надо. Вот. Если там не будет специальные требования, как в свое время были ЦОРы, которые мы должны были обеспечивать работоспособность, да? Сейчас ГИСы все в вебе. Что там? Вопрос с интернета. Сереж, таймер. А, вопрос. Интернета. А, там. Давайте я прочитаю. Почему не настраивать… Ах ты ж, блин. Ну вот так всегда. А, во-во-во. Большими буквами. Засканавливай. Почему не настраивать на интеграцию… Настраивать на интеграцию LibreOffice? Зачем, наоборот, делать возможность исключить установку? Это очень странно, так как нужно предоставлять все в одном. Важнее продвинуть открытое ПО, чем коммерческое. Я скажу, что галочка по установке LibreOffice стоит по умолчанию. Этого достаточно? Думаю, да. Еще вопросы? Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня немножко не по теме образовательной, а по теме последней вашей темы. Это пакетного менеджера некого. Вы сказали, что там используется Alcible. А откуда берутся ролики для пакетов, которые вы ставите, софта, которые вы ставите? Вы их сами поддерживаете или они откуда-то берутся? Как организовывается процесс? Сами в том же пакете. Спасибо. Вроде вопросов нет. Спасибо. Спасибо.